По сути вопроса, пожалуйста. Да, по сути вопроса. Значит, положение носит, конечно, больше запринительный характер. Его где-то содрали. А вот кто? Явно содрали, потому что, конечно, это не кодекс эти депутаты. Берем пункт 1.3 и сразу вопрос по нему задаем. Значит, пункт 1.3. Депутат своей деятельности должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации. И там много чем должен руководствоваться. Значит, дает следующий комментарий. То есть, никакие кодексы этики не сделают вора порядочным человеком. А глупого, умным. Если он взяточник и привыкли за чужой счет. Если у него нет совести. Сергей Анатольевич, мы говорим с вами про вопрос. Вопрос начинается со слова «что, где, когда». Пожалуйста. Это же не вопрос. Да, слушайте, вопрос. Я на длинный вопрос. Так вот, авторы этого кодекса, мы с вами обязанности подошли формально. Они на 95% передавляли чужой документ, но забыли, откуда мы спросим. Вот это первый вопрос, который пока не требует ответа. Но забыли о таких понятиях, как совесть и интересы жителей. Значит, требую пункт 1.3 добавить, что депутат должен руководствоваться так же интересами жителей Петергофа и совестью. Значит, это пункт 1.3, такое дополнение. Пункт, я еще не закончил. Я очередь. Пункт 2.4. Значит, депутаты, выступающие на заседании, МС, МО, Петербург, комитет, комиссия, должны употреблять свои речи грубые, не должны употреблять свои речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие в ущерб, честь и достоинство. Значит, у меня есть комментарий к этому вопросу, и вопрос включительный. Делается в поисках обсуждения этого документа. Значит, следующее. При обсуждении депутатской деятельности, в том числе в публичных выступлениях, депутат, первое, использует современный русский литературный язык в соответствии с его нормами. Вот это понятная будет формулировка. А вот эти вот растущие формулировки, которые предлагаются, конечно, нельзя с ними согласиться. Это первое. Второе, внести изменения. Значит, депутат... Можно... Слава Васильевна? Да подождите, когда... Мы обсуждаем, мы вам ничего не говорим. Вы между собой как-то разговариваете во время выступления, но вам ничего не говорим. Мы ничего не говорим. Вот, депутат, второе изменение в этот документ. Депутат использует понятие ясное и конкретное по всему слову и выражает. Вот эти вот... Это пункт удавайте 24. Понятно. Уважаемый Сергей Анатольевич. Пункт 3. Сейчас, секундочку. Значит, пункт 3. Правила депутатской этики во взаимоотношениях депутата с органами государственной власти. Вот этот пункт. Значит, добавить словами. Депутат имеет право информировать избирателя о своей деятельности через следства массовой информации, учрежденные местной администрацией города Петербурга. Потому что пункт 3, он просто стоит на том, что там вот все частичкой не идет. Прикунт называется. Правила депутатской этики по взаимоотношениям депутата с органами государственной власти, органами местного управления, должностными лицами. И там все идет прямо. Нет, 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 нет. Депутат не должен. Депутат не разрешается. Депутат не имеет права. Вот я предлагаю, вот что он имеет право. Там тоже прописать. В кодексе этики. Депутат имеет право информировать избирателя о своей деятельности через следствия массовой информации. Это он имеет на это право. А в пункте этого нет. В кодексе нет. Это не право. Значит, и учрежденные местной администрацией города Петербурга. Значит, это соответственно имеется в газете муниципальная перспектива и имеется в город Петербург. Мы имеем на это право. И по этике, я считаю, что это должно быть разрешено и прописано. Так, пункт 4. Значит, рассмотрение вопросов, связанное с соблюдением депутата правила депутатской этики, да? Называется. Значит, вспомните, как вы голосовали за принятие бюджета, когда пачками отклоняли наши поправки. Вы голосовали по команде, не вчитываясь. Многие, наверное, и не думали, за что голосуют. И то, что у вас пока большинство позволило вам принять несколько антинародных решений. Я не буду вспоминать о конвалидах, на которых вы выделили копейки, за что он свое родное, миллионы. Значит, так вот, я уверен, что также по команде дирижера вы будете голосовать за то, чтобы неугодных вам исключать из комитета. Вот ключевое слово. Ну, знаете, в такой ситуации мы будем бороться, доносить до людей фразу. Я хочу исключить фразу, что депутатов имеют право исключать из комитетов, и также предоставить норму закона, на основании которого этот пункт сюда попал. Вот, ну и как на будущее, значит, если уже передирается откуда-то, да, то, хотя бы, в случае, подержи, меняйте. Потому что вот там есть пункт такой, что за нарушение депутатов, что за нарушение депутатами норм этики, комитет рекомендовать МС. Так вот, тут даже подержи, перебуду. Спасибо, Сергей Анатольевич, в суде, уважаемые коллеги, позвольте все-таки председателю как-то вести нашу работу. Итак, Сергей Анатольевич, большое вам спасибо за то, так сказать, объемное, но все-таки это комментарии. Какие будут вопросы? Пожалуйста, 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 вопросы. Подождите, вот, вот, кто первый понял. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Значит, мы не на том градусе начали это все объяснять, потому что все здесь сидящие заинтересованы в том, чтобы этот документ был принят, чтобы он был корректный и устраивал всех депутатов. Значит, Сергей Анатольевич, вы комментировали общие положения пункта 1.3. Пункт 1.3. Мы сказали, что приоритет перед населением. Как еще яснее можно написать, если здесь написано, депутат в своей деятельности должен соблюдать безусловный приоритет интересов населения. Прошу прощения. Пожалуйста, вопросы. Поэтому я не говорю. Сейчас идет рассуждение. Давайте вопросы. Вопросы. Давайте вопросы, пожалуйста. Идут комментарии. Вы, наверное, скажете, куда что были вопросы. У меня есть вопросы. Именно вопросы. Сейчас, милочку, дайте закончить. Депутат, я поддерживаю Юрия Витальевича, что данный документ принимается в первом чтении. Все, что было озвучено, это поправки и изменения. Это предложение. Это право. Это право каждого. Что происходит? Свои поправки подать в установленном порядке. У меня вопрос. Почему мы сейчас обсуждаем поправки, если мы их должны обсуждать? У вас вопрос. Срочно, мы не должны обсуждать, поэтому предоставим. Не надо повторять. Баден, Баден, играть не будем. Баден, играть не будем.